Дорогие друзья, рад вас приветствовать и продолжаем нашу серию встреч о заключительных событиях Великой Борьбы. Сегодня вторая встреча о сетях сатаны, среди которых мы живем. Книга Откровения, 12 глава, говорит о том, что... Десятый текст. Услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа его, потому что низвежен клеветник братья наших, клеветавши на них перед Богом нашим день и ночь. То есть сатана низвежен на эту землю, он клеветник и он в ярости. Так и написано, что он в сильной ярости, зная, что ему немного остается времени. Двенадцатый текст. Горь, живущий на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Но одиннадцатый текст говорит, что они победили его. Праведные люди победят. Эти все сети сатаны, все его ковы, обольщения. Они победили его кровью агнца и словом свидетельства своего. Они возлюбили души свои даже до смерти. Первая опасность среди сетей сатаны мне бы хотелось прочесть из 32 главы книги «Великая борьба» одну цитату. И я думаю, что вы поймете, для нас, как верующих, как и для христиан, есть одна такая проблемка. Когда сатана побуждает нас заняться тоже критикой какой-то, клеветой, обсуждением или осуждением братьев. Или пренебрежением Библией. Ну, например, нет времени почитать, помолиться. Хотя сейчас время, когда больше вроде есть свободного времени. Люди говорят, мы дома должны быть. Кто-то боится выйти из дома. Кто-то больше проводит время в изоляции, чтобы не сталкиваться с кем-то и не заразиться. Хорошо, проверьте себя, больше ли мы стали проводить время с Библией, с молитвой, в общении, например, по тому же телефону, скайп-конференции или какие-то видеоконференции, видеопроповеди. Углубляется ли наше духовное познание? И, вы знаете, здесь есть одна цитата, 32 глава. Хочу ее прочесть. Сатана видит, что духовная тьма, окутывающая народ, тяготит слух Божиих. То есть, дьявол видит, что кто-то молится. Видя вот это такое беспечное, равнодушное состояние даже. И служитель переживает, служитель молится. Сатана видит. И он слышит их искренние молитвы о том, чтобы божественная благодать и сила рассеяли мрак равнодушия, беспечности и вялости. И с новой энергией он, сатана, начинает плести сети обольщения. Смотрите, в чем эти сети заключаются. Он искушает людей чревоугодием или другой разновидностью самоугождения, чтобы они остались безразличны к тому, что более всего им следует услышать. Как просто до дома остался, больше поел, больше поспал, себе, дорогому, любимому, уделил больше внимания. Видите, какая интересная сеть. А потом как-то и к Слову Божьему, и к молитве, и к миссионерскому какому-то служению, и к верности к Богу меньше внимания. Дальше. Сатана прекрасно знает, что все, кого он отвлечет от молитвы и чтения Писания, все они станут его добычей. Ему важно отвлечь, а не его добыча. Поэтому всевозможными уловками он старается завладеть умом человека. Всегда встречаются люди, которые, считая себя благочестивыми, тем не менее заняты не познанием истины, а выискиниванием недостатков и заблуждений у других. Такие люди являются правой рукой сатаны. Представьте, какая опасность. Они плохие. Они делают то не так, другое не так. Как часто этот дух проникает? Как часто мы позволяем себе критику? Вам влез? Верных, Божьих детей. Даже если нам кажется, что он ошибся. Но Христос сказал, пойди скажи ему один на один. Вот эта категория людей написана правая рука сатаны. Итак, среди сетей сатаны, хочу сказать, одно из опасностей это увлечься. Самоугождением, чревоугодием, беспечностью. И сейчас, когда время, мы больше дома, мое переживание, я взываю к вам, дорогие друзья, братья, сестры, больше в слове, больше в молитве, в посте иногда, в молитвах ходатайственных за этот мир, который нас окружает, за тех, которые больны. Мы больше молимся, не придаемся панике. Слово Божие. Его надо больше читать, заучивать наизусть, им делиться, обетование чаще говорить друг другу, чаще напоминать какие-то обетования, любимые моменты. Урок субботней школы, утренний страж. Это было бы очень хорошо. Второе. Когда дьявол встретил Еву в Едемском саду, он сказал, нет, не умрете. Когда она сказала так, сказал Бог, что будет, если мы нарушим его запрет о дереве по знанию добра и зла, мы умрем. Сатан сказал, не умрете. Наоборот, станете как боги, знающие добро и зло. Но, да, откроются глаза ваши, четвертый, пятый текст, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Одно из величайших опасных заблуждений дьявола, это учение о спиритизме. Это учение о том, что общаться с потусторонним миром и верить ему можно, нужно, потому что мы бессмертны, мы вечны, мы как боги. Вы знаете, с одной стороны мы не верим, ну как адвентисты мы не верим в загробную жизнь. И так говорит Библия, люди, которые верят в то, что так написано, они будут верить в то, что возмездие за грех смерть. Но быть как бог, вот такая, знаете, сладкая ложь сатаны. Гордый человек, высокомерный человек, оу, он, конечно, сказать, что я гордый, неприятно, но побыть гордым, оу, нам это нравится. Высокомерие нам не нравится, когда люди говорят, ты высокомерный человек. Но когда я говорю и считаю, что я самый мудрый, что мое слово закон, категорично, ой, это нам нравится. И это опасность дьявола. Эта категория людей, она получается верить дьяволу, что вы будете как боги. У нас появляется какая-то независимость суждения. Помните, как вел себя Христос, когда был на этой земле, как он с отцом своим разговаривал, когда апостол Павел вспоминает поведение Христа, что он в одни плоти своей, написано в пятой главе послания к евреям, «В одни плоти своей сильным воплями и со слезами принес молитвы и моления, могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение». Иисус показал, например, смирение. Мы должны полагаться на Бога, отрекаться, отказываться от своей мудрости и категоричности, и высокомерия. И говорит, Господь, как ты, что ты скажешь? «Убереги меня!» Да, мы в смирении смотрим на этот мир, но в то же время Христос шел твердо в исполнении воли Бога. И мы должны сказать, Господь, я покоряюсь Тебе, я доверяю Твоему источнику, что Ты сохранишь, Ты благословишь меня, если я иду Твоим путем, если я иду кому-то проповедовать, кого-то проведать, иду кому-то засвидетельствовать о Тебе, иду в церковь поклониться Тебе. Друзья, кто запретит нам прийти к Господу? Можно дома. Да, многие скажут. Но прийти в храм, помолиться, поклониться Господу, остаться верным Ему. Дорогие друзья, не смущайтесь, не бойтесь этой верности. Это верность смиренного человека, послушного воле Бога. Хочу сказать, что дальше, конечно, сатана сказал Еве, вы не умрете, и вот это появилось учение о бессмертии, спиритизм. Сегодня многие люди читают гороскопы, многие люди увлекаются предсказаниями. Конечно, когда скажут, что же ты веришь всякому колдовству, гаданию, магии, люди скажут, нет, нет, я не верю. Но вера новостям, безоговорочная, все, что скажет какой-то ведущий программы, все, что я услышу по телевизору, все, что услышу в интернете. Дорогие друзья, так написано. Вот чему мы верим. Исследуя Слово Божие, Дух Пророчества, все остальное мы должны понимать, что мы должны доверять Слову Божию. Слово Божию, оно только является гарантией сохранения против заблуждения. Только так сказал Господь. И поэтому вот в это последнее время, чтобы нам распознавать и видеть события, видеть глазами Бога, многие люди говорят, никакой проблемы нет, все это пройдет. Другие говорят, о, это большая проблема, все, конец. Как бы крайности. Дорогие друзья, мы должны видеть события, которые сегодня происходят глазами Бога. Дьявол будет чем дальше, тем более глобально разыгрывать сценарий окончания истории нашей земли, окончания, как он хочет, чтобы сломить веру, чтобы всех объединить против Бога. А мы должны видеть в этих событиях признаки пришествия и быть бдительными. Не дать дьяволу нас усыпить. Больше в Слово, больше в Дух Пророчества, больше распознавая, что происходит, что это за событие. Поэтому, дорогие друзья, хочу сказать, что потусторонний мир очень близок. Очень. Мы не знаем, кого мы слушаем иногда, когда открываем свое сердце каким-то новостям, каким-то истинам. Поэтому прошу вас, будьте бдительны, больше исследуйте Слово, молитесь, назначьте какой-то день поста, день молитвы, за свое духовное состояние, за здоровье. Обязательно придерживайтесь принципов здоровья. Ведь это исцеляющая Божья рука. Санитарная реформа. Восемь принципов здоровья. Это исцеляющая Божья рука. Давайте держаться их. Не будем нарушать. Мы хотим быть здоровыми. Мы хотим, чтобы болезнь и язва нас не коснулась. Не просто должна быть изоляция. Доверие Богу. Бог хранит. Если Господь не созиждет, если Господь не сохранит город, напрасно. Мы можем уйти от общества людей, замотаться во все, изолировать себя. Друзья, здравый смысл. И маска бывает нужна. И изоляция нужна, потому что Господь в Израиле тоже сделал определенные какие-то вещи, больного изолировал. Но, дорогие друзья, Господь должен сохранить. Когда мы дома, придерживаемся правильного образа жизни, это зарядка, свежий воздух, солнце, движение, отдых, это правильное питание. Это питание в сторону вегетарианского образа жизни. Это доверие Богу. Это обязательно молитва. Это общение с Божьей Церковью. Доверять будем Господу. И пусть наша жизнь сохранится. И от этих сетей сатаны, которые он расставил, и в виде того, чтобы напугать нас, напугать сегодня Церковь, отвлечь от Слова Божьего, не поддадимся. Укрепляйте Словом, поддерживайте друг друга. Да сохранит вас Господь. Ангел Господень, вокруг боящихся, я верю вокруг вас. До новой встречи завтра.